Я хотел бы сердечно приветствовать всех членов Попечительского совета программы Александра Невский, Центра национальной славы и фонда Андрея Первозванного. У нас есть о чем поговорить, потому что, насколько я понимаю, Попечительский совет уже не собирался продолжительное время. Позвольте представить вам некоторые свои мысли перед началом этого заседания. В этом году программе, как вы знаете, исполняется пять лет. И поэтому, прежде всего, я хотел бы всех поздравить с этой датой, потому что за эти годы, и мы в этом убедились, обращение к имени и судьбе святого благоверного князя встречает самый искренний и заинтересованный отклик среди самых разных людей. Это происходит потому, что образ Александра Невского обладает особой притягательной силой. В этом образе глубина христианской веры проявляет себя в решительных действиях. Смирение христианина идет рука об руку со смелостью воина и с мудростью дипломата. Александр Невский княжил в переломный период жизни нашей страны, когда Русь страдала от иноземного ига и фактически утратила свой суверенитет. Своими ратными победами он не только устранял внешние угрозы, но и ободрял русских людей, помогал им обрести силы. Можно себе представить, что означали победы на Неве и на Чудском озере, когда действительно страна находилась в оккупированном состоянии. Вот эти победы, они будили национальное самосознание, давали людям уверенность в том, что и над этим, и наземным игом можно одержать победу. Во взаимоотношениях с Золотой Ордой и в ведении внутренней политики великим князем были проявлены дар предвидения, политическая дальнозоркость и определенное мужество. Вообще удивительные поступки совершал великий князь. И он шел буквально, выражаясь современным языком, на полное уничтожение своего рейтинга. Он не думал о своем, о том, как и что будут говорить о нем люди. Он был уверен в правоте своих действий и поступал так, что действительно некоторые считали его даже предателем. Что стоит одна эта история с подавлением недовольства в Новгороде в связи с попытками хана собрать дань? Он встал на защиту сборщиков Дани и в глазах своего народа был предателем, коллаборационистом. И история показала, что он действовал абсолютно правильно. И в этом смысле судьба Александра Невского как-то очень тесно переплетается с судьбой иерархов Русской Православной Церкви XX века, особенно со святейшим патриархом Сергием, который тоже поступал так, что некоторые не могли понять причину таких поступков. А на самом деле все это привело к спасению Русской Православной Церкви, к сохранению нашего национального самосознания. Все это подготовило к почву, к огромным переменам в жизни народа и Церкви в конце XX века. Пример святого Александра Невского заставляет нас задуматься о том, что государственный деятель несет на себе в том числе, помимо политической, огромную нравственную ответственность. Особое значение имеют не только его профессиональный талант, харизматические черты характера, но и личные духовные качества. Александр Невский был удивительно целостным и в то же время многогранным человеком. Тот факт, что наша программа включает в себя различные тематические направления, представляет собой попытку охватить и осмыслить различные стороны его служения Богу и людям. И сегодняшний день тоже предъявляет нам свои вызовы. Они напоминают о том, что невозможно построить благополучие, не извлекая уроки из исторического прошлого. Если нет воли к нравственному развитию, к повышению в обществе уровня взаимной ответственности, сострадания и честности. В наши дни все чаще на уровне власти и общественных дискуссий заходит речь о необходимости консолидации современного российского общества. Мы пытаемся найти ценностную платформу, которая органично бы сочеталась с нашими культурными и духовными традициями, разделялась бы большинством наших соотечественников, и опираясь на которую страна и народ могли бы успешно развиваться в будущем. Работа программы посвящена тому, чтобы обращение к образу нашего великого предшественника способствовало созданию той положительной нравственной атмосферы, при которой возможно созидательное участие в жизни общества каждого его члена. Деяния Александра Невского и других выдающихся людей представляют для нас своего рода нравственные маяки, которые светят нам через века истории. Какими бы ни были меняющимися исторические обстоятельства, мы должны сохранять верность истине и свидетельствовать о ней всеми своими поступками. Эта верность истин, ее воплощение в служение Ближнему Отечеству и есть, может быть, самая главная составляющая черта программы Александр Невский. Хочу выразить благодарность сопредседателям Совета Владимиру Ивановичу Якунину и Андрею Анатольевичу Казицыну за активную работу и большой вклад в реализацию основных проектов программы. А также Александр Владимирович Коновалов, Сергея Алексеевича Вахвахрукова и Андрея Анатольевича Турчака хотел бы поблагодарить за весомую помощь в осуществлении основных проектов программы, а всех членов Попечительского Совета за активное участие в его работе.